Девушки отдыхают Высокопоставленные покровители в Москве работали на чеченских террористов в прошлую войну Мы проиграли в этой войне В силу нашей неорганизованности и многих других факторов Дурноты в том числе Вот Надо Чечне давать свободу Мы реалисты Надо Чечне, если она хочет, давать независимость Неправосудие Неправосудие Московские суды берут деньги у мэра, которому они всегда присуждают победу Тело власти Стареющие вожди вносят вклад в отечественную медицину Здравствуйте, прежде всего я хотел бы сказать о состоянии здоровья Валентины Матвиенко Которая, как вы знаете, попала в автомобильную катастрофу Она уже перевезена в Москву, сейчас она в центральной клинической больнице Ельцин сегодня звонил ей, говорил с ней Следовательно, она разговаривает И еще в Пензе ей была сделана операция по удалению осколков стекла Насколько я понимаю, там ноги были затронуты в основном Я не хотел бы останавливаться, когда речь идет о даме На таких медицинских подробностях Мы продолжаем следить за состоянием ее здоровья Теперь мы переходим к Стамбулу С самого начала, к саммиту в Стамбуле С самого начала, по одному из сценариев Вообще планировалось, что российский президент приедет в Стамбул Чтобы его там отчитали и научили, как правильно вести дела с террористами в Чечне К сценариям мы вернемся чуть позже В начале о том, как наша страна провела саммит, сломав все сценарии Мои коллеги Иван Коновалов и Сергей Тапунов Наблюдали за происходившим в Стамбуле Стамбульский саммит ОБСЕ завершился, хотя и не явный Но победой России лидеры западных государств Не решились оказать серьезное давление на российскую делегацию С тем, чтобы были остановлены боевые действия в Чечне И хотя многие из них, и прежде всего Жак Ширак и Герхард Шрёдер В своих выступлениях требовали остановить войну В итоге все намеченные документы саммита были подписаны В договор об ограничении обычных вооружений в Европе Был внесен пункт, разрешающий России Временно превысить свою квоту вооружений на Северном Кавказе А в итоге в декларации, хотя Чечня и упоминается Но в редакции, устраивающей российскую сторону К этому саммиту начали готовиться еще в начале года Он планировался как некое действие Символизирующее вступление в новое тысячелетие Обновленной и объединенной Европы Но тогда еще не было ни Косово, ни Чечни За этот год разногласия Запада и России вновь усилились Поэтому некоторые аналитики даже предрекали провал саммита Но этого не произошло Чеченский вопрос не стоял в повестке двухдневной дискуссии Но было ясно, что именно он станет главным Война не средство для ликвидации терроризма Массивное применение силы, которое прежде всего затрагивает мирное население Должно быть немедленно остановлено Но президент Ельцин в первый же день саммита Сразу дал понять, что позиция России в чеченском вопросе Останется неизменной Еще в Москве он заготовил два варианта Обращения с трибуны ОБСЕ Жесткий и мягкий И решив, что лучший способ защиты нападения Президент выбрал жесткий вариант Вы не имеете права критиковать Россию за Чечню Открывая волны террактов, прокатившихся по Москве Другим городам и поселкам нашей страны Пострадало 1580 человек Боль этой трагедии ощутили на себе тысячи семей во всех уголках России Мы не приемлем рецепты так называемых объективных критиков России Те, кто так и не понял Мы просто обязаны вовремя остановить распространение раковой опухоли терроризма Борис Ельцин прибыл на саммит в боевом, если не в агрессивном настроении И очень хороший, как отметили все наблюдатели, в физической форме Друг Билл действительно повел себя по-дружески Если бы он занял такую же жесткую позицию, как его коллеги из Франции и Германии То саммит мог закончиться совсем по-другому Но в его выступлении было больше поддержки, нежели критики Мы хотим, чтобы Россия победила эту волну терроризма и беззакония Мы считаем, что Россия не только имеет право, но и обязанность защищать свою территориальную целостность Я спрашиваю себя и надеюсь, что вы сделаете так же Как бы вы поступили, окажись вы на месте президента Ельцина Клинтон, конечно же, призвал Россию использовать в Чечне политические методы Однако после его выступления стало ясно, что конфронтации не будет Клинтон оказался в непростой ситуации Запад против российской операции в Чечне Республиканское большинство Конгресса США требует жесткого подхода в отношении России И постоянно критикует за мягкость президентскую администрацию демократов Клинтону было бы проще занять жесткую позицию Перехватив таким образом инициативу у республиканцев Но он поступил не как партийный лидер, а как президент До конца срока его президентства еще год И впереди трудные переговоры с Россией по самым разным вопросам Ссориться ему с Ельциным невыгодно, тем более, что преемственность власти в Кремле весьма вероятна К тому же Клинтон понимал, что остановка успешного продвижения войск в Чечне для Ельцина политическое самоубийство Поскольку маленькая революция, сделанная Ельциным и поддержанная Клинтоном, опрокинула сценарий саммита, то над документами пришлось работать дополнительно Борис Ельцин передал полномочия главы делегации, министру иностранных дел России Игорю Иванову и улетел в Москву После недолгих переговоров и консультаций все три главных документа саммита были подписаны Хартия европейской безопасности, договор по ограничениям обычных вооружений в Европе и итоговая декларация саммита В последнем документе были подчеркнуты требования к России соблюдать нормы ОБСЕ И подтверждается готовность Москвы пустить в зону конфликта миссию ОБСЕ Формулировка, устраивающая всех, в том числе и Россию Один из примечательных штрихов саммита В Стамбуле было три чеченских делегации Одна непосредственно из Эчкерии, вторая от антимасхадовской оппозиции из Москвы И третья от чеченской диаспоры в Турции Но никто на них не обратил внимания Мы здесь, чтобы вы знали, каковы настоящие причины войны в Чечне И что там делают русские Потому что вы знаете только одну сторону медали А мы хотим, чтобы вы знали все Делегация чеченцев, не поддерживающих боевиков Тоже попыталась объяснить в Стамбуле Что западный мир не знает все правды об этой войне Не знает истинного отношения чеченского народа к нынешним лидерам республики Нас Масхадов уничтожает, нас Басаев уничтожает Нам все это надоело Мы не за войну, мы за мирное разрешение данного конфликта Но не надо забывать, что внутреннюю проблему не решить приостановлением военных действий Помимо подписанных документов, главный результат Стамбульского саммита в том, что Россия и Запад сумели не разругаться Однако война в Чечне продолжается И хотя сейчас раунд выиграла Россия Западные державы, похоже, не изменят свою позицию Иван Коновалов, Сергей Топунов, Михаил Симаков ОРТ, Стамбул Реальные события в Стамбуле по существу означают, если не провал Для организаторов встречи тоже, во всяком случае, большую неожиданность Потому что план, насколько я понимаю, этой встречи был совершенно другим В начале обсуждалось, что на саммит не поедет президент, а представлять Россию будет Владимир Путин Такой вариант не устраивал Запад На Путина предполагалось жаловаться за Чечню А нельзя же на Путина жаловаться самому Путину Была надежда, что приедет Ельцин Что Ельцина уговорят остановить Путина Может быть, отправить в отставку Или создать условия, при которых Путин сам бы ушел в отставку Такие условия создать довольно легко Если бы Ельцин заставил Путина остановить армию И сесть за стол переговоров с террористами Путин бы не смог не уйти Таким образом, Запад расчистил бы дорогу к власти в Чечне Хорошо известным полевым командиром А дорогу к власти в Москве Примакова с Лужковым И полевые командиры, и Примаков с Лужковым Понимают, что их сегодня отделяет от власти только Владимир Путин Сделка могла бы включать предоставление Чечне независимости Так, как это представлял Лужков Мы проиграли в этой войне В силу нашей неорганизованности и многих других факторов Дурноты в том числе Вот Надо Чечне давать свободу Мы реалисты Надо Чечне, если она хочет, давать независимость Предполагалось, что операция против армии Путина Проводилась людьми Примакова и Лужкова через их контакты на Западе Когда об этом написала пресса Оба борца за власть отвергли обвинения Впрочем, независимо от их справедливости Дело было уже сделано На Западе уже прошли переговоры их сторонников А в России уже прошла кампания в прессе Что Ельцина отстраняет от власти военная верхушка во главе с Путиным И Ельцин решил ехать в Стамбул сам Еще до поездки стало понятно, что Ельцин подготовил достаточно жесткую позицию На ласковые уговоры Он вряд ли готов был поддаться Тогда возник еще один сценарий Борис Ельцин приехал бы в Стамбул А там ему зачитали бы согласованную заранее позицию Подавляющего большинства стран-членов ОБСЕ То есть, по существу, предполагалось вызвать российскую делегацию на ковер для выговора Тогда было решено, что России вовсе незачем в этом случае отправлять делегацию в Стамбул В результате последовать на жесткой позиции нашей страны Им удалось ко дню открытия встречи обеспечить тяжелые, но все-таки приемлемые условия для начала переговоров Дальше сценарий игроков против России Ельцин ломал уже публично И как это происходило, вы видели в материале моих коллег из Стамбула С президентом в Стамбуле был министр иностранных дел России Игорь Иванов В субботу, уже после возвращения в Москву, министр иностранных дел снова встречался с президентом Сегодня Игорь Иванов у нас в студии Игорь Сергеевич, я хотел бы... Ну, много, детективная история, да, расскажите правду Я хотел бы начать с конца все-таки Да, что в субботу, почему в субботу вы встречались? Наверное, потому что я прибыл в пятницу ночи И в субботу... Вы рассказывали о работе над документами Я Иванович вызвал, потому что, когда он уезжал, документы еще не были завершены в Стамбуле Он мне поручил возглавлять делегацию Мы завершили, подписали документы, я должен был доложить об итогах Поэтому в субботу в 10 утра он вызвал на доклад С тем, чтобы подвести уже окончательные итоги встречи Прежде чем мы поймем, что означают эти документы Прежде чем мы коснемся этой темы, да, потому что что-то они теперь для нас означают Я хотел бы все-таки начать с организации самой встречи Насколько верны предположения, что эта встреча организовывалась Позвольте такой недипломатический термин, как выволочка Когда Россия должна была встретить уже согласованную позицию Согласованную позицию всех членов ОВСЕ Которую против нас должен был зачитать кто-то из очень уважаемых делегаций Например, Клинтон Насколько верны такие предположения? Вы знаете, вы правильно сказали, что подается иногда полудетективный сюжет На самом деле, ведь встреча планировалась два года тому назад И мы к ней все это время серьезно готовились Документы эти за один день не делаются И такой документ, как «Хартия европейской безопасности» И адаптированный договор по обычным вооруженным силам Это очень сложные документы, я потом о них более подробно скажу Поэтому, когда все это затевалось, имелось в виду, что в конце XX века Провести вот такую крупноформатную встречу на высшем уровне С тем, чтобы заглянуть в XXI век С тем, чтобы подготовить такие документы, которые вооружили бы нас Для решения будущих проблем и текущих проблем в следующем веке Поэтому, конечно, никто не готовил, никто не мог предположить, что в этом году В марте начнется военная агрессия НАТО против Югославии Никто не мог предположить, что террористы полезут в Дагестане Начнут взрывать дома в Москве и в других городах Эти события, конечно, вместе с тем наложили определенный отпечаток на работу И, видимо, кое-кто, и сейчас это совершенно ясно, кое-кто хотел бы воспользоваться этой встречей Для того, чтобы оказать давление на Россию Вот вы говорите, что произошло два события Конечно, вы можете обвинить прессу в поверхностном подходе Что зачастую и происходит Но мы видим, что произошли два новых события, очень важных Это Косово, это бомбежки натовские, Югославия И произошла Чечня, да, со всеми предысториями, которых не хочет знать Запад Не хочет знать, что был Дагестан Не хочет знать, что были взрывы домов в Москве, да Вот эти две вещи Ну хорошо, представим себе ситуацию, когда обе эти вещи становятся равными в обсуждении Либо все страны набрасываются на натовцев с обвинением в агрессии против Югославии, да Но ничего подобного не произошло Произошло то, что мы стали, мы были в центре событий И именно за Чечню, и именно ругали, и именно нас Вы знаете, здесь прямой связи между Косово и Чечнёй, конечно, нет Вместе с тем есть определенная косвенная связь Не прямая, а косвенная Конечно, то, что была совершена агрессия А это агрессия и иной квалификации быть не может И то, что я с полной ответственностью говорю То, что сегодня ситуация в Косово потенциально сложнее, чем она была до агрессии Это вне всякого сомнения Потому что сегодня выхода ведь из ситуации пока еще не просматривается И то, что президента США так встретили в Греции И то, что президент США отложил поездку в Македонию Это все ведь следствие той агрессии, которая была совершена Но, конечно, определенным политическим кругам на Западе, натовским странам Невыгодно сегодня вспоминать ту ошибку Но ведь они не для того, чтобы забыть Косово начали Нет, они заглушили Заглушили? Ну, конечно, нет Они заглушили в своих СМИ воспоминания о Косово Как о трагическом прошлом И сейчас подается только, что вот, мол, там идут решения проблем На самом деле проблемы там не решаются То есть они остаются и как бы эту проблему загнали временно в тень А что касается чеченских событий То здесь я бы выделил два направления в СМИ Первое, мне кажется, на Западе слабо вообще представляют, что это такое чеченская проблема Они слабо представляют проблемы Кавказа вообще Поэтому они берут как бы поверхностный, верхний слой той информации, которая подбрасывается Она именно подбрасывается Когда вы говорите подбрасывается, кем она подбрасывается? Я думаю, что, во-первых, если вы посмотрите в интернет, то вы увидите, что подбрасывается это С одной стороны, самими бандитами, которые организовали И которые неплохо уже овладели пропагандистскими навыками Подбрасываются их покровителями А мы знаем, что это немало организаций по всему миру И в Европе, и на Ближнем Востоке Одна из них избила нашего коллегу Совершенно правильно Вы видели, что практически открыто в присутствии Это не стесняясь, говорят, в экран Они собирают деньги, говорят о том, что вербуют боевиков Они же активно муссируют в СМИ вот эти информации А я бы сказал, дезинформацию Насколько правительства западных стран, в том числе НАТО, зависимы от таких экстремистских организаций? Мне кажется, что вряд ли настолько зависимы Я думаю, что не от экстремистских Они зависимы в значительной мере от общественного мнения Вот такая подача односторонняя и трагическая Есть события трагические, но они вырываются из контекста Она создает определенная подача общественного мнения, настроения у парламентариев и так далее Идет давление на правительство Правительство начинают, а ведь не все правительства себя твердо, уверенно чувствуют в стране Они начинают заигрывать со своим общественным мнением И определенный замкнутый круг образуется Но вместе с тем не надо быть и наивными Конечно, есть и на Западе те силы, которые хотели бы воспользоваться вот такой ситуацией, сложившейся Как на Северном Кавказе, так и в общественном мнении Запада Чтобы оказать давление на нашу страну Чтобы ограничить ее Сковать Северным Кавказом ее активную внешнюю политику Чтобы сковать ее возможность на Кавказе, в Средиземном море Вы считаете, что это НАТО? НАТО пытается сделать Россию вечно больной? Я бы не говорил о НАТО как организации Я бы говорил о определенных кругах И в западных странах, и в Соединенных Штатах И в европейских странах Которые, конечно, вынашивают свои стратегические планы То есть больная Россия, которая 10 или 20 лет занята, повязана полностью Кавказом Которая постоянно ведет такую тлеющую войну Которая таким образом не может заниматься ни СНГ, ни контактами с Европой Ни партнерством с НАТО Скажем, партнерством, серьезным диалогом Где мы можем веское слово сказать Вы считаете, что вот такие предположения Что западные политики могут отстраивать такую схему Отчасти верны или верны вполне? Вы знаете, вы, наверное, обращали внимание Что иногда и у нас в стране нас критикуют И не только в стране, но и за рубежом Есть такое мнение, что, мол, куда там Россия претендует на роль державы? Почему Россия пытается и дальше играть такую активную внешнеполитическую роль? Почему она участвует в урегулировании многих международных конфликтов? Почему она, имея проблемы у себя дома Имея проблемы с экономикой Имея проблемы с вооруженными силами И, конечно, это многим не нравится Они хотели бы видеть Россию Чтобы Россия как бы погрязла в решении своих домашних проблем Ну, не только Северный Кавказ, но и экономические И чтобы во внешней политике ее голос как бы был второстепенным Тогда будет легче за спиной России решать другие проблемы Если мы с вами, извините, я понимаю, что как лицо официальное Вы не захотите делать такие предположения Но я хочу сказать, что если мы с вами хотели бы захватить что-либо Например, соседний стол На котором было бы 10 тысяч боеголовок Или расшатать, дестабилизировать там ситуацию То мы должны следующий шаг тоже продумать Следующий шаг Вот Россия, скажем, поглощена войной в Чечне Постоянно взрываются дома в наших городах Умирают наши люди Наша армия не может, с одной стороны, под давлением Запада Ничем заниматься С другой стороны, обязана заниматься То есть мы уловки Вот, ситуация абсолютно апокалиптическая И 10 тысяч боеголовок Значит, надо десант тоже продумать Десант, который захватит шахты Который будет контролировать такую Россию Одним словом Расшатывать и делать больной страну с 10 тысячами боеголовок Абсолютно непродуктивно Если вы не хотите, по крайней мере, оккупировать Не страну, ну хотя бы эти шахты контролировать Это просто непредусмотрительно, мне кажется Вы знаете, мне кажется, вы уже далеко пошли в своем, так сказать И фантазии, и циналии Это уже слишком большая фантазия Поэтому я бы ограничился бы другим И вернулся бы к Стамбулу Все-таки, вот, была попытка вполне определенная Интернационализировать проблему Северного Кавказа и Чечни То есть, как бы вокруг этого Выстроить международные структуры Международное общественное мнение Попытаться, так сказать, в эту проблему Каким-то образом ввести Посреднические международные усилия И таким образом на долгое время Превратить ее в такую Вяло текущую, сложную проблему Которая невольно бы Сковывала и всегда подвергала бы нас Опасности внешней критики За нерешение или за нежелание решать эту проблему Типа Восточного Тимура или Западной Сахары Много примеров И вот один из результатов Я считаю, что это принципиально один из результатов Стамбула Четко заявленная позиция президентом Российской Федерации Она полностью опрокинула вот эти все Если у кого-то такие иллюзии были То эти иллюзии сегодня отошли на второй план Опрокинула не всех Вот это интересная вещь, которую я хотел спросить у вас Шрёдер и Ширак Они выступают совершенно не так, как Линтон Но совсем не так Они очень агрессивны к России А Клинтон не настолько агрессивен Ощущение и вопрос Первый вопрос Может они что-то перепутали Может им чего-то не сказали Может быть они Ну я думаю, они договариваются Принципиальные партнеры Америки Может они договорились Как в мастере Маргариты Булгакова Давайте кричать все вместе А Клинтон их обманул То есть Или они перестарались перед Америкой В чем дело Почему они такие были Ну во-первых Я думаю Вот такая Жесткая, если хотите Позиция президента Многих России Президента России Многих застала врасплох Некоторые, может быть, надеялись Что мы будем оправдываться Что мы где-то будем Искать какие-то Компромиссы, если хотите По принципиальным вопросам Позиция президента Не оставила сомнений Здесь было четко Ясно заявлено То, что мы будем делать То, что мы будем Ликвидировать террористов Но то, что будем решать Политическую проблему И будем сами ее решать Что следует? Вместе с тем Я хочу сказать, что В последующих беседах Ведь после выступлений Были встречи Были встречи с президентом Клинтоном С Шираком и Шродером И во всех этих беседах Конечно, тональность была Иной Тональность была В сторону Развития отношений с Россией Поддержку России Желание видеть Россию Сильной, крепкой И так далее Поэтому, я думаю Что и последующее Согласование документов Подтвердило Что выводы были сделаны Соответствующие То есть, не сразу В выступлениях Но уже чуть позже И Германия И Франция Мы можем рассчитывать Не на такую Агрессивную позицию Мы из этого исходим Что для нас теперь Означают все эти договоренности Я только вас прошу Про ограничения вооружений Мы знаем Что нам по-прежнему Разрешено держать Эти гарнизоны На юге В том числе, видимо, в Грузии Я вам постараюсь Я вам постараюсь Сказать максимально кратко Нет, нет, нет Просто Не может быть Харти европейской безопасности Мы ее Упрощенно Так сказать Называем Как бы Европейской конституцией Если хотите 21 века Там сформулированы Принципы Поведения Которые должны Все 54 государства Являющиеся Членами организации Руководствоваться В своей деятельности Это принципиально важно Ну, грубо говоря Это как бы Устав ООН Только для Ограниченного пространства Хотя это пространство большое От Ванкувера До Владивостока И вот мы Впервые смогли Ведь мы до этого Имели то два блока Или имели Какие-то организации Где было там ОБСЕ Ну, вернее Извините Европейский союз НАТО СНГ Западноевропейский союз Вот впервые На этом пространстве Мы смогли выработать Вот такие общие принципы В основе которых Устав ООН Международное право И так далее Это очень важно Это очень важно Потому что Это очень важно Но после того Как ООН Не играла никакой роли Во время Косова Это может быть Уже не так важно Понимаете Не играла роли В начале Это знаете почему важно Это наоборот важно То, что мы Подписали Хартию Потому что В Хартии Мы фиксируем Верховенство Устав ООН В Хартии Мы фиксируем То, что применение силы Без санкции Совета Безопасности ООН Нельзя Нельзя допускать И так далее Это важно То есть как бы освежается Совершенно правильно Совершенно правильно Вот в чем важность Хартии Европейской Безопасности А что с Чечнёй Теперь договор Сейчас я вам скажу Теперь договор По обычным вооруженным силам Дело в том Что этот договор В 90-м году Принимался Почему мы говорим Адаптированный договор Он принимался Когда было два блока В Европе Он принимался Для того, чтобы Ограничить Или регулировать Обычные вооруженные силы Между НАТО И Варшавским договором Сегодня нету Варшавского договора Более того Три страны Варшавского договора Уже вступили в НАТО Значит нужно было Переформулировать Вот эти ограничения С тем, чтобы учесть Реалии Вот почему называется Адаптированный И это нам удалось Мы перешли От уровней Между блоками Мы перешли На страновые Территориальные То есть 28 государств И уровни определены Для каждой страны Для каждой территории Это позволяет Более уверенно нам Смотреть На наши рубежи С тем, чтобы Там не было Высокой концентрации Обычных вооруженных сил Вместе с тем Нам Даны Дополнительные Уровни Для фланга Как на юге Так и на севере Это принципиально важно Для нас было Это зафиксировать Что касается Грузии То там два вопроса Которые Иногда путаются Одно дело Вопросы Подпадающие Под договор По обычным вооруженным силам Это имеется ввиду Уровни И другой вопрос Это базы Российские В Грузии Которые регулируются Не этим договором А нашими Двухсторонними отношениями Поэтому Вот что касается Договора Там зафиксировано Что излишки Так называемые Которые у нас есть Они будут выведены В определенное время В соответствии с договором Параллельно В течение предстоящего года Мы проведем переговоры С Грузией По будущему В течение года По будущему Наших баз В Грузии В том числе В Батуми И Ахалкалаки И возвращаясь к Чечне Я хотел бы спросить Мы позволяем ОБСЕ Работать там напрямую Нет Что касается Что касается Чечни То во первых В документах Это не зафиксировано По Чечне Это устная договоренность Это нет Это зафиксировано В декларации итоговой Которая не подписная А как бы подводящей Итоги дискуссии Там Первое Что зафиксировано Это принципиально важно То что Уважение территориальной целостности И осуждение терроризма Во всех его проявлениях Это как бы Преамбула Которая предопределяет Дальнейшую судьбу Теперь я хочу напомнить вам Что в 95-м году Во время военных событий В Чечне Была учреждена Миссия ОБСЕ В Чечне И она с 95-го года Там действовала И она потом Сама ушла По собственному желанию Я ее посещал Совершенно правильно Она сама покинула Потому что Во-первых Она ничего не смогла сделать Ясно было Что она ничего не сделает И во-вторых Там просто Чисто из-за Большая романтика Много людей с автоматами Из-за безопасности Поэтому то, что написано Сегодня В этой декларации Там написано Что исполнительный секретарь ОБСЕ посетит район Но мы четко обговорили Что будут вопросы обсуждаться Гуманитарные И оказание содействия Временно Вот это содействие Каково будет это содействие Потому что вы знаете Я кстати хотел бы сказать Что серьезнейший скандал В Норвегии По этому содействию Обнаружился И вот это вот Содействие Оно бывает В некоторых странах Весьма подозрительным Например Наши коллеги В Норвегии Обнаружили Что норвежская Организация Которая называется Народная помощь Поставляла В Судан Оружие и наркотики В ящиках С Красным Крестом Об этом написали Наши коллеги Из новых известий И Значит Норвежец Который возил Собственно пилот Который возил Вот эти ящики С Красным Крестом С оружием Наркотиками И Боеприпасами Он об этом Все мы рассказывают Мне кажется Это делает Позицию Запада Более уязвимой Но как раз Мне кажется Что мы не должны В этой связи Спекулировать на этом Как-то очень отчаянно Но все-таки контролировать Каким-то образом надо К сожалению Вокруг гуманитарной помощи Бывает много Злоупотреблений Вы знаете Что они были И у нас Во время В 96-м году В 95-м году В связи с событиями В Чечне Поэтому мы Вы знаете На днях Ну буквально на днях Вчера я встречался С госпожой Агата Которая в качестве Спецпредставителя Генерального секретаря ООН Находилась в регионе Она посетила И Чечню И Ингушетию И вчера мы Подводили итоги Этой поездки Она прежде всего Признательна Российскому руководству За оказание Помощи В организации Поездки Ей была Предоставлена Возможность Встречаться С кем она хотела Все увидеть Второе Она Не драматизирует ситуации Это не гуманитарная катастрофа Как пытались Некоторые дела Представлять Действительно Есть проблемы И эти проблемы Надо решать И они будут Готовы оказывать нам содействие Прежде всего В поставках медикаментами И продуктов питания Поэтому сейчас Мы провели переговоры Как это лучше организовать Чтобы во-первых Правительство будет участвовать В России Будет МЧС участвовать Прежде всего МЧС будет Как бы Головной организацией По организации По складированию И распределению С тем Чтобы гуманитарная помощь Поступала тем Кому она действительно Предназначена И кто в этом нуждается И более того Госпожа Агата Нас попросила Активно Помогать То есть Это будет Во взаимодействии Между МЧС И между международными Организациями Вот Осуществляться Такая миссия Вы не сказали Что она отчаянная женщина Она уже Совсем не комсомолка И совсем не спортсменка Как она там прыгала Я ей выразил уважение Еще раз Уважение Потому что Я ее видел в других Самых сложных местах Где она посещала Поэтому Она вернулась Это не люди Которые иногда Приезжают Посещают Чтобы потом Представить На своих выборах Может быть Доложить Что мы там побывали Она действительно Хочет помочь И она действительно Реально оценила И не испугалась В диссонанс Может быть Что прозвучало Диссонансом С теми заявлениями На Западе Что нету там Гуманитарной катастрофы Что там есть проблемы Но эти проблемы Надо решать И они готовы Помогать нам Это принципиально важно И мы конечно Будем сотрудничать Спасибо Спасибо вам За участие В нашей программе Наша съемочная группа Мои коллеги Абдул Сулейманов И Альберт Магомедов Наблюдали в эти выходные За зачисткой Села Суворов Аул Мои коллеги Свидетельствуют Из еще Неосвобожденных сел К военным Приходят делегации С просьбой Зачистить и их Как можно скорее Зачищенным По возможности Дают электричество И газ А незачищенным Нет Один из элементов Партизанской тактики Боевиков Выждать Проходы от Слабосилы Армии И наносить Удары войскам в спину Даже в целом Лояльном к России Гудермецком районе В ходе зачисток Почти в каждом селе Обнаруживают следы Недавнего пребывания Боевиков Десять минут назад Началась зачистка В селении Суворов Аул Одном из последних Населенных пунктов Гудермецкого района Оставшихся незачищенными Подразделение ОМОНа Обходит дом за домом Двигаясь параллельно По обеим сторонам улицы В это время Внутренние войска Блокируют со всех сторон Суворов Аул На время проверки Паспортного режима Из села не выпускаются Мужчины Люди высыпают Из своих домов У этого старика Своё мнение По поводу того Как Чечня Дошла до такой жизни Каждый себе Воровал А кто не мог Как я воровать И остался бедный Туркур был главой Администрации И во время Прошлой войны Тогда Жители села По-другому встречали Российские войска Во время войны Прошлой войны Мы воевали А сейчас Мы не воюем Они воюют С вагабитом Не с нами На трассе Проходящей мимо села Кипит своя жизнь Женщины и дети Торопливо движутся В обе стороны дороги Они мало Обращают внимание На войска Сейчас перед ними Стоит одна проблема Как выжить В условиях Практически поголовной Нищеты Раньше Спасала торговля Нелегальным бензином Теперь Ноша по содержанию Семей Легла на женщин Они пешком ходят в Хасавюрт Который находится В 30 километрах отсюда И возвращается из города Волоча тяжелые тачки Между тем Зачистка подходит к концу Все идет спокойно Без эксцессов Но вот Первая любопытная находка В ряде заброшенных домов Было обнаружено Изъяты Вот эти боеприпасы Выстрелы Гранатометов Два цинка Выстрелов Значит К подствольным гранатометам Браховые заряды Как видите Все это Находится в упаковке В заводской упаковке По сути дела Готовы к применению В ходе зачистки Неподалеку Начинает греметь Канонада Артиллерия десантников Обстреливает склон Лесистой горы Где были замечены Боевики Это уже территория Ножа-Юртовского района После трех Северных районов Чечни Под контроль федералов Переходит и Гудермецкий район Но те Кто готов активно Сопротивляться Приходу российской власти Рядом Они ставят задачу Не только совершать диверсии Но и обрабатывать Население из подволь Но армия Верит местным жителям И готова доказать Что ее приход Послужит во благо Мирным чеченцам Наша задача В кратчайшие сроки Проверить оставшиеся Семь населенных пунктов Восточной Гудермеса Южняя Гудермеса Взять под контроль Дорогу Гудермес-Хасавирут-Дагестан Железную дорогу Ну и соответственно Дать свободу населению Перемещению К связям С остальными регионами России Практически все население На нашей стороне И более того Вот уже Сегодня глава администрации С одного из населенных пунктов Нажа-Юртовского района Прибыл сюда С просьбой Чтобы быстрее Зашли подразделения Вооруженных сил Внутренних войск Судя по всему Некоторые боевики Не собираются Ограничиваться Пассивным ожиданием Внутренним войскам Придется заниматься Не только налаживанием Мирной жизни Но и отражением Периодических наскоков Абдул Сулейманов Альберт Магомедов ОРТ Гудермецкий район Чечни Мои коллеги Виктор Детлеклович И Михаил Сотников Всю неделю работали На освобожденных территориях В Чечне Они говорят Что многие люди Уходившие раньше В Ингушетию Возвращаются В Чечню Российские военные Освобождают в Чечне Все новые территории Теперь перед властями Стоит не менее сложная задача Добиться поддержки людей Которые там живут Для этого в Чечню Приходится вкладывать Все больше и больше денег Без гарантии успеха На российской военной базе В Моздоке Несколько раз в неделю Приземляются самолеты С гуманитарной помощью Которая потом Отправляется в Чечню Вот в этих машинах Министерство по чрезвычайным ситуациям 50 тонн зерна Для чеченских хозяйств Отношения местных жителей Доброжелательно Они рады Вот например Приезжаем в населенные пункты Очень рады им дали свет Газ, воду Они говорят об этом Очень рады Что привозим им зерно То есть будет что им сеять За помощь чеченцы благодарят И просят еще Провезли нам немного Ячменя нам Провезли всего 20 тонн Общиницы 26 тонн Это для нас очень мало Сеять мы должны Очень много По мере продвижения войск Увеличивается и территория Куда нужно направлять помощь Где нужно платить зарплаты и пенсии Федеральные войска Вошли в Гутермес Без боев и потерь Все разрушения в городе Остались еще с прошлой Чеченской кампании 1994-1996 года Сегодня Гутермес Хотят сделать новые столицы Чечни И поэтому поддерживают Здесь образцовый порядок Местные жители шутят Что сегодня военных Здесь едва ли не больше Чем их самих Идею переноса чеченской столицы Из Грозного в Гутермес Выдвигают прежде всего Местные жители Статус столицы Означает дополнительное финансирование И много других преимуществ В Гутермесе уже сформирована Местная администрация Сразу после освобождения В городе появились свет и газ Отличное отношение Очень все рады Все бесконечно рады Что наконец Можно вздохнуть Можно Освободились люди А сейчас нам обещают Учителям в первую очередь Зарплату Старикам Пенсию Детям пособие Начнется жить Жизнь начнется Но полной благожелательности К российским военным Нет Обычная картина Для освобожденных территорий Усиленные патрули Внутренних войск ОМОНа Настороженные отношения Местных жителей Вот российский вертолет Приземляется На окраинах Гудермеса Его окружает Толпа детей Кто-то из военных Произносит Подрастут они И будут у России Новые проблемы Русские военные Нам не нужны Нам наши нужны Кто наши? Наши Ваххабисты Это дети военной Чечни Многие из них Последние годы Не ходили в школу Не умеют читать И писать Стоит на улице города Остановиться БТРу Дети тут же подходят И начинают выпрашивать У военных консервы Хлеб Консервный банк один Да и нет? Нет, тушен 90% туберкулезных детей Закрытые Открытой формой Это же кошмар Вот сколько, знаете Детей наши Не могут учиться В школу ходить не могут Разуты Раздеты Голодные И, вы знаете Дистрофики А это село Знаменское Натеричного района Здесь всегда были Более лояльны К федеральным властям Чем в горных районах Чечни Но сегодня Многие местные жители Уже недовольны Присутствием Большого количества Российских войск Они считают Что уже можно Заменить солдат На милицию Пусть 150 Милиционеров Остаются здесь Мы же против Ничего не имеем Против этого Махабиста Мы сами вставали Не пускали их Так было? Было Было Впрочем, военные считают Что их присутствие необходимо Так же думают И по другую сторону Границы Там, где живут русские Это известная станица Галюгаевская Ставропольского края За териком Чечня Бандиты приходили оттуда Угоняли скот Технику Убивали людей Когда начались боевые действия В местной больнице Жили беженцы Из ближайших сел Но это были только русские Ни одного чеченца Мы думаем, чтобы у нас Вот как по Галюгаю Чтобы не было чеченцев Ни одного не было Вот так И будет все благополучно Потому что они Это наглые В Галюгаевской Вы найдете полное одобрение Нынешней кампании И даже получите советы Как вести войну Со ссылками на опыт Кавказской войны Прошлого века Надо произвести Как вот Ермолова Сейчас наши солдаты Зашли в Чечню Сейчас вот тут Кругом наши солдаты стоят Лежит один солдат погиб А вул снести Вот И вот тогда будет Справедливость И вот И тогда через терек Вот И мы будем ходить туда И они будут к нам ходить Но в этой войне Российские военные Такими методами не пользуются Пока В отношениях Жителями чеченских сел Отдают предпочтение Методу пряника А не кнута Виктор Детлякович Михаил Сотников Максим Казачук ОРТ Чечня Самые чудовищные скандалы Скрывает российская операция В Чечне В 1994-1996 годах Не думаю Что мы хоть когда-нибудь Узнаем Обо всем предательстве Которое процветало Тогда Здесь У нас В Москве Но также не думаю Что всем предателям Удастся скрыть Свою торговлю Жизнями Русских солдат Движение Лужкова Стало убежищем Для многих политиков Федерального уровня Отправленных в отставку Бывший директор Федеральной службы Безопасности Николай Ковалев Который идет на выборы От блока Отечества Вся Россия На этой неделе Решил поделиться Своим опытом Противодействия Чеченскому бандитизму Я вспоминаю Операцию Которую мне пришлось Руководить В Москве Мы изъяли Большое количество Взрывчатых веществ Мин Принадлежащих Чеченской Группировке И это Способствовало Тому Что Взрывы Удалось На некоторое время Оттянуть Между тем Сослуживцы Ковалева Утверждают Что его вклад В борьбу с чеченским Бандитизмом Был не столь однозначен При Ковалеве Больше чем При каком-либо Из директоров ФСБ Началось массовое Увольнение Профессионалов Которые имели Большие наработки В том числе По линии борьбы С чеченским бандитизмом Михаил Трепашкин Лично столкнулся С противодействием При расследовании Уголовного дела В отношении Организованной Преступной группы Чеченцев Весруди Новикова Кличка Герой 1 декабря 95 года Его банда Напала на банк Сольди С которого Вымогала крупную сумму В пользу воюющих Собратьев чеченцев Мы привели эту операцию Довольно-таки Короткие сроки Было задержано На месте только Преступление Сразу 13 человек И началось Сразу блокирование Он был заместителем Директора ФСБ Ковалев Николай Дмитриевич Барсуков Михаил Иванов Был директором ФСБ После этого Значит Как со ссылкой сверху Он уже был отдан Непосредственно Руководством отдела По этой линии Не работать Факты говорили О причастности Участников налета И к другим преступлениям Но уголовное дело По указанию сверху Планомерно развалили Как же так Смотрите Пошла информация Уже на первом Буквально на первом этапе О том, что они совершали убийство В Москве и в Чечне Три полевых командира Которые наших же там Ребят крымсали Это были конкретные показания По уголовному делу Нет Никаких Без вас разберутся Как разберутся Должен заметить Что по этой группе В результате До суда Да что Только трое человек Трое человек Всех остальных Вывели подчистую То есть они вообще Как бы в деле И не фигурировали Хотя они были застегнут Как говорится На месте совершения преступления Подполковник Трипашкин Не сразу понял Почему его начальство Блокирует работу По чеченцам Я на том этапе Не мог понять Почему Как блокируется Для меня это было Ну Удивительно Я в дальнейшем слышал Что на эту акцию Для того чтобы Блокировать работу Именно по этой группе Было выделено 100 тысяч долларов В этом году На меня вышел Один из Я пока фамилию Называть не буду Один из людей Который сказал Что да Там действительно фигурировали деньги Притом я не хочу сказать Что эти деньги Получил там Бурсуков Либо Ковалев Но они выполнили Те просьбы Тех кто в этом Был заинтересован По указанию сверху Не давали хода Оперативной информации О поставках оружия В Чечню Это после задержания После информации О том что При участии Одного из задержанных На месте преступления Был такой турпал Контролировался Канал поставки оружия Из города Электрогорска Московской области В Чечню Через Ингушетию При участии Одной из московских фирм Самолетом Антей Была поставлена Большая партия На сумму Если не ошибаюсь Три с лишним Миллиона долларов Из Болгарии На Северный Кавказ Это был конец октября Начало ноября 1996 года Этот человек сказал Что готовится Еще одна акция В конце ноября Еще будет тогда поставка Нужно было проводить мероприятие Однако Когда это доложил А доложено было И Ковалеву Лично Значит Это только ускорило Процесс моего увольнения Искавший правды Подполковник Трипашкин Больше не служит В ФСБ Не искавший правды Генерал армии Ковалев Благополучно достиг Вершины карьеры И пошел в политику Теперь у него И его союзников По блоку Далеко идущие планы У каждого свое представление Об идеале Игорь Синякиевич Игорь Синякиевич ВРТ Напомню Что Николай Ковалев Бывший директор ФСБ Младший партнер Юрия Лужкова Он работает у Лужкова И идет в Думу От Отечества На этой неделе Ковалев был мобилизован На защиту Лужкова Николай Ковалев Выступил на пресс-конференции Против людей Которые требуют Тщательного расследования Убийства Их друга и родственника На прошлой неделе В нашей программе Мы рассказывали историю Пола Тейтума Пол Тейтум Американец Компания которого Владела 40% Гостиницы Славянская Люди Лужкова Угрожали Полу убийством Если он не отдаст им Свою долю в гостинице Позже они предложили ему По крайней мере Дать отступного Одному из самых Высокопоставленных людей В правительстве Москвы Речь шла По некоторым данным О полутора миллионах Долларов наличными И от 10 миллионов долларов Безналичным переводом Пол отказался И был убит Его деньги забрали Без его согласия После убийства Долю акций Пола Тейтума Получило правительство Москвы Друг американца Которого люди Лужкова Угрожали убить За право обладания гостиницей Говорит что За мгновение до смерти Пол говорил Что за его убийством Стоит Лужков В нашей предыдущей программе Мы также показали Сестру Пола И ее мужа Которые также подозревают Лужкова И требуют Самого тщательного Самого детального Расследования Убийства Пола И вот после этой программы Сотрудник Лужкова И бывший директор ФСБ Николай Ковалев Говорит на пресс-конференции Что все это Бред Воспаленного Сознания Спасибо Сестра убитого Три года назад Надеется Что в России Ей скажут правду Ковалев говорит Это бред Воспаленного Сознания Сестра убитого Хочет чтобы Убийство Расследовали И это Бред Воспаленного Сознания Сестра убитого Человека Хочет чтобы Ей посочувствовали Это Бред Воспаленного Сознания Это пусть Немного Однообразный Зато вполне Ищерпывающий Ответ Николая Ковалева Чуть позже В нашей программе Лужков Признает Что Москва Не истратила Ни копейки На больницу Буденновске Колдуны И сектанты На службе Московской мэрии Оплаченные суды И больные вожди Как способ Развития здравоохранения Наш традиционный опрос Фонд Общественное мнение Провел опрос Населения России По заказу ОРТ Первый вопрос Назовите политиков Которые Независимо От личных качеств Близки вам По своим Политическим взглядам Лидер ведущей пятерки По политическому доверию Владимир Путин 47% Отвечавших Ассоциирует себя С его политикой На втором месте Евгений Приваков С 22% Третий Почти без отрыва От второго Геннадий Зюганов 21% Очень серьезный рывок Совершил Сергей Шойгу Стоило ему съездить В Ингушетию И поставить На место провокаторов И рейтинг Политического доверия К нему вырос До 16% Замыкает пятерку Лидеров Григорий Явлинский 11% Второй вопрос Назовите политиков Которые Независимо От их Политических Взглядов Вызывают У вас Симпатию По своим Личным Качествам Первый В списке Личных Симпатий Владимир Путин 38% Высокие Личные Качества Евгения Примакова Отмечают 18% Отвечавших Третий Сергей Шойгу Он Оттеснил С традиционного Уже Третьего места Геннадия Зюганова У Сергея Шойгу 15% Геннадий Зюганов На четвертом Месте С 13% Пятый Григорий Явлинский 9% Непосредственно К пятерке Лидеров Личных Симпатий Примыкает Сергей Кириенко Который Опередил И Сергея Степашина И Юрия Лужкова На этой неделе Юрий Лужков признал Наконец Что Москва Не истратила Ни копейки На строительство Больницы В Буденовске Шамиль Басаев Который побывал В Буденовске Перед Юрием Лужковым Совершил свой налет Летом 95-го года Почти сразу же После этого Лужков стал Рассказывать О том Что москвичи И он лично Помогут пострадавшим Лужков Лгал Лужков лгал Почти 4,5 года Теперь он говорит Что на сказку Про доброго Лужкова Забрал деньги У Чечни Думаю Снова лжет Потому что Ставропольское правительство Утверждает Что Лужков забрал деньги Именно у жертв Басаева Что ставропольцы Пострадали сначала От Басаева Потом от Лужкова Я скорее поверю Ставропольцам Которые говорят Что у них забрали Трансферты Чем Лужкову Словам Лужкова Нет больше веры Всего месяц назад Мы рассказывали Про обман с Буденовском И все вы помните Ответную истерику Лужковско-примаковского блока Вся лужковская обслуга Из чиновников И даже артистов С хрипом доказывала Что мы покусились На самое святое Лужков построил Своих шестерок И водил их С троем по Москве И они причитали Про грязную Избирательную кампанию Сегодня лужковцы Могут торжественно Облизать слюну Которую плюнул Им в лицо Их вождь На этой неделе Он признал Что лгал Более четырех лет подряд Это Саша Это Саша Это Саша Это Саша Достаточно Освоим Он и снова пришел А я думал Он с медсестрой остался И по цветовой кампе И по всем остальным Везде вот такая Баран В Баран Курлет Москва городские деньги на строительство больницы в Буденовске не потратила. Строительство больницы в Буденовске осуществлялось за счет государства российского двумя этапами. Первый этап финансировался за счет государства, которое уменьшило объемы финансирования Чечни, Чеченской республики. Я думаю, государство поступило абсолютно справедливо. Второй этап финансировался тоже государством и была в бюджете Российской Федерации выделена строка на финансирование строительства больницы в Буденовске. Так что вы абсолютно правы, говоря о том, что строительство шло не за счет Москвы. Мы ни копейки городских денег не потратили на строительство больницы в Буденовске. Мы помогали больнице оборудованием, помогали инвентарем медицинским. Медицинским инвентарем помогал, как вы уже знаете, господин Пакколли из фирмы Мабетекс. В частности, вон были и другие дарители. Лужков объявил о своей лжи на этой неделе. Позитивно то, что он впервые признался, что солгал. Обратите внимание, что Лужков ни разу не смог поставить на свою защиту никого, кроме реально купленных им людей. Лужкова ни разу не защитили даже его соратники Шаймиев, Аушев, Яковлев, Рахимов. Который, правда, прервал вещание нашей программы на Башкирию. Но я думаю, что эта проблема ненадолго. Потому что это как бы сепаратизм и довольно дикая практика недоверия и презрения к собственному народу в Башкирии. Примаков, например, не очень защищает Лужкова. Примаков защищает Блок, но не Лужкова лично. Потому что Примаков отчетливо осознает, что грязь от Лужкова летит и на него. И Примаков делает попытку оправдаться. Отмежеваться, с одной стороны, от Лужкова, не произносить его имени даже. А с другой стороны, отмыть всех остальных в Блоке. А Блок нуждается. Ой, как нуждается в отмывании. Таким образом, академик на старости лет превратился в передвижную прачечную для своих нанимателей. Ни в какое отечество, Лужкова, я не пошел. Вы, как грамотный человек, должны это знать. Я не вступил ни в одну партию. Я пришел, и я не член отечества. Я пришел, когда меня пригласили на движение, центристское движение, открытое для всех здоровых сил. В том числе для здоровых силы из Компартии. Вот сегодня я перед вами выступаю. Вы слышали от меня что-нибудь против, например, Компартии, которая здесь имеет серьезную, я знаю, позицию? Не слышали. Почему? Потому что мы за, а не против. Мы хотим объединяться со всеми здоровыми силами. Поддержите нас, и вы увидите, как изменится обстановка в Государственной Думе. Вы увидите. Вот сейчас вот выхватят несколько вещей из моего выступления, попытаются показать меня неграмотным человеком, или еще что-нибудь. Все это будет, вы увидите. Но это фраза станет. Вот я начал с того, что нападки идут на наше движение. Действительно, нападки и бьют часто ниже пояса, и придумывают, и клевещут, и все что угодно. Некоторые спрашивают, почему мы адекватно, так сказать, не отвечаем. Да не буду я унижаться, чтобы вступать в полемику с Даремикой. Это не гласность. И это не демократия. Это действительно зомбирование какое-то общество. Если хотите. Я думаю, что нужно, в общем-то, обязательно, чтобы был бы контроль, ограничивающий все это. И есть первые признаки того, что такой контроль возникает. И возникает снизу даже. Вот возьмите, например, большое жюри, журналистское такое. Это высшая журналистская инстанция, созданная Союзом журналистов, два дня тому назад осудила Даремикой. Я думаю, что это ушаток клеветы, ушаток грязи, которые на нас выливают. И вы знаете отлично, что журналистское большое жюри, это большое жюри, два дня тому назад созданное Союзом журналистов, осудило ведущих эту компанию и сказало, что они ничего не имеют общего с журнализмом. Килька стоит 17 рублей, пенсия 390 рублей. Доход Березовского депутата по Карачаево-Черкесии, кандидата, 40 тысяч рублей в день. Покомментируйте. Ну, должен сказать, что он, в общем-то, и по образу жизни, и по накопленному опыту, и по происхождению горец настоящий. АПЛОДИСМЕНТЫ Каждый, думаю, он и пошел баллокироваться в Карачаево-Черкесии. АПЛОДИСМЕНТЫ КАРОДИСМЕНТЫ У нас в этих местах, в этих местах она расплавится, В этих местах посетила фоне она , Слава козакам, достойностьmomорка расписывается! Однениями другим tunnel символизмом для других местах она половина. Я бы на месте Лужкова, между прочим, запретил бы Примакову не только пританцовывать, но и хлопать в ладоши. Потому что вы помните, такие опыты очень печальные были, когда у нас после пританцовывания люди отправлялись на шунтирование. И на самом деле, человек, у которого одного сустава нет совсем, а другой сустав разрушается, это очень опасно. По-настоящему нужно пожалеть себя. Если даже нужно вытащить блок на своих плечах и втащить его в Думу в качестве паровоза, то нужно же подумать как-то и о своем собственном здоровье, которое не вернешь. Первое. Второе. Мне кажется, что я на месте горца Примакова не стал бы рассуждать о горце Березовском. Потому что горцу Примакову абсолютно опасно, на мой взгляд, совершать антисемитские выпады, пусть даже против Березовского. Потому что, когда оба горцы, то что тут между горцами-то, вы сами понимаете. И третье, что я хотел бы сказать, что Примаков говорит, что он не будет вступать со мной в дискуссию. И, как видите, посвятил свою поездку на Ставрополье исключительно дискуссии со мной, что мне, конечно, льстит. Как видите, самый скандальный блок решил спасаться от собственной грязи самым оригинальным образом. А именно, предложил прессе не говорить о своих проделках. Понимаете, избирательная кампания становится слишком грязной, если кто-либо вспоминает о Лужкове. Настолько грязной, что само слово «Лужков» уже превратилось в символ грязной избирательной кампании. Какой же вывод из этого во многом справедливого утверждения? А вывод самый необычный. Надо зажать нос и закрыть глаза и уши. И тогда у вас возникнет иллюзия чистоты. Рецепт лужковско-примаковских сторонников прост. Они говорят, не надо мыться. Они говорят, просто не надо грязь называть грязью. И многие, как вы заметили, соглашаются. Соглашаются в первую очередь такие же грязные, такие же лицемеры. Это сговор грязных политиков и их обслуги. Их чистота основана на принципе «рука руку моет». Они специально ставят нас в ситуацию, когда у нас нет выбора. Мы должны снова, в который уже раз, привести к власти проворовавшихся лживых политиканов. Чтобы они снова грабили каждого из вас. И не смейте говорить о них вслух. Они скажут, что мерзко вспоминать об их грязи. Они скажут, что грязно вспоминать об их мрази. Ворон ворону глаз не выклюет. Вот их понимание чистоты. Ворон ворону глаз не выклюет. Вот их взгляд на заботу о народе. Ворон ворону глаз не выклюет. Вот их нравственность. В такой ситуации Лужков счел возможным обратиться к большому жюри как к корпоративному институту гражданского общества с просьбой оценить с нравственно-этической точки зрения ту кампанию травли в телеэфире, которую Даренко полагает свободной и профессиональной журналистикой. В этом случае передачи, о которых идет речь, нарушают не только закон о средствах массовой информации, хартии, телерадиоищателей и так далее. Нарушается право гражданина, опороченного в эфире, на ответное слово. Любой ведущий, это очевидно, я думаю, профессионалам, может из гости сделать то, что называется бутерброд. В данном случае, имея в виду программу Даренко, то, что он действует как информационный наперсочник, нет никаких оснований доверять участию в этой программе. А, и порицали, порицали, потому что там долго все было, мы не можем все показывать, и потом вынесли порицание. Проблема представителей Лужкова в том, что они не понимают, что никакого компромата на Лужкова никому не надо. Сам Лужков и есть компромат. Стоит ему только рот раскрыть, и вот вам и компромат. То, что вы видели, непростая сходка людей, выслуживающихся перед Лужковым. По самоназванию, это журналисты. Всякий раз, когда они сходятся вместе, чтобы заняться, как им кажется, журналистикой, они называют себя Большое жюри Союза журналистов России. Союз журналистов России – это знаменитая организация. Всякий, кто захочет войти в Союз журналистов, я имею в виду фактически подойти к нему, немедленно обнаруживает, что здание этого Союза сдано руководством то ли ночному клубу с репутацией публичного дома, то ли публичному дому с репутацией ночного клуба. Я думаю, что Союз журналистов находится на содержании у публичного дома, потому что наоборот это было бы очень странным. Местечко – это, я имею в виду Союз журналистов, называется «Вверх-вниз», «Up and down», «Вверх-вниз», «Вверх-вниз». Говорят, и это непроверенная информация, потому что я не член в Союзе, там даже есть номера. Если это правда, то один из номеров, думаю, отведен членом Большого жюри публичного дома, они там забавляют гостей из мэрии. На этой неделе точно забавляли, удовлетворяли и удовлетворили. И Лужков сам сказал, что он удовлетворен сразу после того, как Большое жюри публичного дома вынесло вердикт в мой адрес. А вердикт был в том смысле, в основном, что мы не даем Лужкову возможности высказаться. Что есть ложь? Во-первых, стоит только Лужкову рот открыть, как мы тут же это транслируем. Лужков у нас не меньше десяти раз за каждую программу что-нибудь эдак и говорит. Во-вторых, Лужкова мы приглашаем на каждую передачу. И сейчас приезжайте, Юрий Михайлович. Спешу добавить, что Лужков уже перестал быть политиком федерального уровня. И скоро, как только он в отставке станет играть в доминово дворе, мы перестанем им интересоваться. Правда на моей стороне. Поэтому я абсолютно спокоен и полностью уверен в том, что я выиграю суд. Только что вы слышали, что Лужков твердо знает, что он выиграет суд против ОРТ и против меня. Суд состоится в среду. В среду, на этой неделе, на следующей неделе. И фактически слова Лужкова о том, что он выиграет, означают, что Лужков приказал суду засудить Первый канал и меня. Я не оговорился. И вы не ослышались. Лужков имеет право приказывать московским судам. Московские суды и все их сотрудники фактически подчиненные московского мэра. Следовательно, все решения судов, о которых Лужков захочет знать, он может просто продиктовать любому московскому суду и любому московскому судье. Просто потому, что вопреки прямому запрету российских законов, Лужков платит судьям зарплату. И может лишить их этой своей надбавки. Суды в Москве превращены в отдел мэрии и решения по интересующим мэра вопросам выносятся либо Лужковым, либо в пользу Лужкова. Елене Ивановне было уже за 50, когда у нее появилась мечта. Выкупить подвальчик в центре Москвы и открыть там маленький ресторан. Она зарабатывала на него челночным бизнесом, одалживала деньги и теперь шутит, что он будет гарантией ее спокойной старости. Но около двух лет назад московские власти ввели новшество. Коммерсанты обязаны платить деньги за аренду земли, на которой находятся выкупленные ими помещения. У Елены Ивановны уходит на это шестая часть всего дохода. По Московской области никто из людей, кто выкупил помещение, не платит аренду. По России, в других городах тоже никто, никакой аренды земли нет, а платит налог на землю. Меня это стал вопрос интересовать. Я стала обращаться к юристам. Мне просто говорят, знаешь, мы не советуем тебе связываться и судиться с московским правительством. Потому что все суды московские, они практически на субсидии у московского правительства. И ничего у тебя не получится. Финансирование судов производится только из федерального бюджета. Это строка из Конституции. Следующая строка должна обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия. Финансирование судов из федерального бюджета как раз и должно обеспечить независимость судей от органов исполнительной власти. То есть они не должны ходить никому на поклон. В 98-м году судебная система получила из федерального бюджета одну треть от запрошенной суммы. Храмами правосудия наши суды можно назвать только в насмешку. Это в основном ветхие здания, нередко с выключенным отоплением и телефонами. Их обитатели устали от предупреждений о снятии охраны. Было такое, мы сидели в пальто, не было света, мы ставили свечу. Если речь идет о том, чтобы платить расходы приехавшим сюда свидетелям, потерпевшим, то это целая проблема. Действительно нет конвертов, действительно нет обложек для судебных дел. Свято место пусто не бывает. Охранять независимость судебной системы берется Юрий Лужков. Поначалу он заботится только о фасадах зданий. Потом выделяет деньги для ремонта внутри их. Потом обращается к столичным служителям Фемиды со смелым предложением. Будут оплачивать к зарплате, если обещаете рассматривать больше дел. Тогда Лужков пояснил свою инициативу, назвав суды самым слабым завином в цепи правоохранительных органов. Получается, мэр видит судебную власть где-то между милицией МВД, подразделениями исполнительной власти, которые столичный глава давно взял на свое удовольствие. Августовское распоряжение. Во втором полугодии 1999 года выделили столичным судам около 8,5 миллионов рублей. Из них более шести на доплаты судьям, сотрудникам, вознаграждения народным заседателям. Примерно в то же время в мэрии сообщают, что городским судьям из бюджета Москвы установлена ежемесячная доплата в размере 30% от денежного содержания. Префектура ответственна за ремонт зданий, снаружи и внутри. Московская власть берет на себя и заботу о квартирах для судей. А за весь прошлый год столичным судам выделено 42 миллиона рублей. Мы видим только деньги, которые выделяет мэрия, префектуры в основном. Естественно, судьи приятно удивлены щедростью столичной власти, вовсе не обязаны совершать эти противозаконные благодеяния. Владимир Иванович, доктор юридических наук, более 10 лет работал судьей и застал времена мэрских приплат. Он убежден, что Елена Ивановна не зря опасается искать справедливости в московском суде. На сегодняшний день я беру на себя ответственность сказать это. Если человек берется судиться с органом исполнительной власти не только в Москве, то на самом деле решение, результат в большинстве случаев, он уже известен. Суд только ищет правовую базу для того, чтобы это решение оправдать. Конечно, если решение районного суда истца не устраивает, он вправе обратиться выше. В Мосгорсуд. В том августовском распоряжении расходы на Мосгорсуд идут отдельной статьей. Это 2 миллиона 288 тысяч рублей. Две трети из которых на доплату судьям, сотрудникам и народным заседателям. В этой сумме серьезная добавка для каждого судьи, чья зарплата редко переваливает за 2 тысячи рублей. Значительным средством становится каждая копейка у него на счету. Поэтому, когда этой копейки он может лишиться, лишиться он может, если он вынес решение, которое отменили. А вы понимаете, какое решение отменяется, да? То есть решение, которое не в этом русле, которое не по течению реки. Вот. Поэтому он сразу лишается этой существенной надбавки. А лишение это одним рощерком пера может произойти. И председатель суда сказал, все, ты недостоин вот этих премиальных, вот этой надбавки. И на этом все ставится с точка. Поэтому что остается делать судье? Конечно же, он не будет попирать свои интересы. В этом его нельзя упрекать. В прошлом году счетная палата выявила в Мосгорсуде, выражаясь сухим языком документов, самый высокий в стране процент использования внебюджетных средств. То есть средств Москвы. После той проверки судебному департаменту рекомендовали обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением 124-й статьи Конституции. Той самой, где про независимое правосудие. Судебный департамент молчит. Кто, как небогатый мэр, решит проблемы с папками и конвертами? Кто выделит судим новые квартиры? За квартиры, кстати, федеральное правительство должно рассчитаться в 6-месячный срок. Но у него опять нет денег. Мэр продолжает выделять квартиры. В долг. Олеся Кузин, Владимир Козин, Евгений Шматриков, ОРТ. Итак, в среду судья Лужков будет помогать мэру Лужкову засудить Первый канал и меня. Полагаю, что этот процесс уже в силу такой пикантности будет чрезвычайно интересным. Другая деталь, которая придает процессу пикантность, это то, что сам Лужков на процесс не придет. Кроме судьи, он посылает на суд своего адвоката, члена тоталитарной секты саентологов, Галину Крылову. Саентологи и Лужков против ОРТ и Доренко. Александр Дворкин изучает секты 6 лет. Написал массу книг и статей. Заведует кафедрой сектоведения в Свято-Тихоновском богословском институте. В его маленьком офисе книги, аудио, видеокассеты. Все о сектах. Больше всего места занимает церковь в саентологии. Потому, говорит Александр Дворкин, что это самое ужасающее и бесчеловечное из всех тоталитарных сект. Это вот как мясорубка, которую нужно постоянно подсовывать туда сырое мясо, чтобы она его перемалывала. Она перемалывает и выбрасывает. Забрали все деньги, забрали силы, здоровье, иди вон, ты больше не нужен. Для того, чтобы оправиться от воздействия секты на личность, для того, чтобы выздороветь после пребывания в секте, требуется для саентологов где-то более двух с половиной лет. При том, что некоторые люди говорят, что оправиться от пребывания в секте они не могут уже долгие годы, возможно, не смогут всю жизнь. Делом своей жизни Александр Дворкин считает помощь тем, кого секты довели до психоза. Чаще всего к нему приходят жертвы саентологов. Теми же, кого секты довели до уголовного преступления, занимается группа по изучению последствий деятельности сект в Институте социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Ее руководителя Федора Кондратьева саентологи в своих документах называют не иначе, как террористом от психиатрии, а он их секта мафии. И методика психологического воздействия, все эти ладидинги, и непосредственные методики очищения, так называемый нарканон, приносятся вреду здоровью. Постройства бывают очень тяжелыми, вплоть до тех, которые напоминают шизофрении. Трагические случаи, когда была семья, нормальная семья, муж, отец, дети, вот кого-то из них втянули в этой организации, и этот человек стал ни живым, ни мертвым. Они придадут все, что угодно ради организации. Ну, я не знаю, как вот они ощущают себя, ну, скажем, партизанами на территории, оккупированной врагом. Ну, и партизаны что? То есть территория оккупированная врагом, значит, все хорошо, можно и поезда под откол спускать, можно все, что угодно. В этих желтых папках самое ценное из досье, которое смог собрать Александр Дворкин по саентологам. Документы для внутреннего пользования саентологических организаций. Это международный журнал Scientology News, новости саентологии. На 43-й странице статья об одной из крупнейших саентологических организаций, гражданская комиссия по правам человека. Она борется с психиатрами по всему миру. Их саентологи, мечтающие подчинить себе всю планету, считают главными врагами. На фото руководство организации. Третья справа в первом ряду адвокат московского мэра Галина Крылова. А это справка Интерпола. Здесь также перечислены люди, входящие в руководство саентологической гражданской комиссии по правам человека. И здесь тоже Галина Крылова, адвокат. Крылова входит в совет директоров одной из саентологических организаций. Одной из наиболее гласных и заметных саентологических организаций. Если говорить о госпожей Крыловой, я с ней встречался и в судебной комнате. И впоследствии, когда я узнал о том, что она входит в руководство одной из саентологических организаций, многое в ее поведении мне стало понятно. Я как специалист всегда вижу саентолога типичной саентологической реакции. Они считают, что им подгласна любая ситуация. По информации родительского комитета, эта православная организация занимается реабилитацией жертв цитарных сект, Галина Крылова сначала подружилась с женой Юрия Лужковой и Леной Батуриной, а потом стала адвокатом московского мэра. Как говорит Александр Дворкин, Галину Крылова саентологи использовали в качестве троянского коня, чтобы получить в свое распоряжение 12-миллионную столицу России. Существует тогда Москва, будет лежать перед ними. Это неограниченный доступ пропускать свои программы через московский бюджет, влиять на различные структуры подвластные московской мэрии. То есть это можно представить только в самом страшном сне, что они могут получить. В 94-м году архиерейский собор Русской Православной Церкви постановил отлучать от церкви всех, кто сознательно связан и помогает саентологам. Дарья Литвина, Анатолий Хлян, Владимир Герасев, ОРТ. Мы будем самым тщательным образом информировать вас о том, как оплаченные Лужковым суды будут расправляться с его противниками при поддержке саентологов. Теперь на чисто гуманитарные темы. Путем многолетних наблюдений мой коллега Илья Филиппов приметил, что прогресс советского, а потом и российского здравоохранения зависел в основном от болезней вождей. Всякий раз, когда какой-нибудь вождь заболевает, область здравоохранения, которой повезло с заболевшим, вождем получает наилучшие медикаменты, наилучшее оборудование, а в самом удачном случае даже строительство современного медицинского центра. Чем больше хронических болезней у президентов и премьеров, и чем они старше, разумеется, тем лучше медицине. К сожалению, в последнее время только Борис Ельцин лечился на родине и помог оборудованием отечественной кардиологии. Лужков, как известно, лечится в Австрии, а Примаков в Швейцарии. Это не только не патриотично, но и наносит прямой ущерб здравоохранению. Разрешите выполнить это приятное поручение и влечить за временем врачебия. В последние годы своего правления генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев все реже появлялся на экранах телевизоров. Были даже периоды, когда о главе советского государства ничего не было слышно в течение нескольких месяцев. Как будто бы страна жила отдельно от своего генсека. В государстве по-прежнему строился коммунизм и велась бесконечная холодная война с Соединенными Штатами. Но, как оказалось, основным врагом для членов Политбюро стал не империализм, а их собственный возраст. На рубеже 70-х и 80-х почти каждый советский гражданин знал или догадывался, что Леонид Ильич серьезно болен. Именно в это время в развитии здравоохранения Союза наметился серьезный подъем. Дорогие лекарства и импортное медицинское оборудование стало постепенно появляться не только в кремлевской больнице, но и в обычных медучреждениях. Это была человеческая система, потому что каждый человек, который заболевал, он член Политбюро тоже считался человеком, понимаете, но не очень, может быть, хорошим человеком. И он был в силу того, что ему помогали, и в благодарность за то, что там его лечили, он в силу своих неограниченных возможностей выделял какие-то суммы, и эти суммы уже сверх тех денег, которые получал Минздрав, шли на закупку или лекарств, или оборудование в ту или иную клинику, где лечились эти родственники. Четвертое управление Минздрава, Кремлевка, бесперебойно обслуживало всю партийную верхушку страны. Однако зачастую для лечения руководителей в Кремлевку приглашали специалисты извне. Известнейшие врачи, профессора и академики, которые возглавляли институты и медицинские центры. В последние годы эпохи застоя большинство этих центров и институтов вселилось в новые здания, обзавелось новым оборудованием, увеличило штат сотрудников. В зависимости от того, кто заболевал, родители или дети, может быть и сами члены полигурона, если он сам заболевал, то это еще было лучше, еще больше денег выделялось. Но такая практика была. Я помню, когда лежала мать Щелокова, тогдашнего министра внутренних дел, в госпитале МВД, я консультировал там. Она умерла. Но Щелоков очень помог тогда госпиталю с закупкой медицинского оборудования. Не исключаю, что и онкоцентр построен был неспроста, когда супруга, тогдашнего премьер-министра Алексея Николаевича Косыгина была оперирована Николаем Николаевичем Блохиным. Я уж и не говорю об Режневе. Он страдал многими недугами. И я думаю, что те люди, которые контактировали в этом смысле, они очень много получали, я имею в виду взрыв ранения. Только благодаря Алексею Николаевичу Косыгину, который был в то время председателем Совета Министров. Центр построен благодаря Косыгину. Да, я сейчас скажу. У нее жена, в общем-то, была онкологически больная. Я теперь могу это говорить. Их никого нет. У ней был рак желудка. Ее оперировали. Я, в общем-то, принимал участие во всех этих делах. И когда она умирала, она взяла клятву с Алексеем Николаевичем, что он построит современный крупный онкологический центр. Решение-то строительства центра было, но если бы Косыгин не приложил усилия, я не знаю, был бы он построен. Но Алексей Николаевич сам умр. Умра. Другой болезнь. Я его оперировал. У него было во всю левую щеку большое пятно темное, которое занималось у щеку. Вот. И шли многочисленные письма из-за границы. Почему вот премьер России ходит вот с такой штукой? Почему ему не проведут операцию? Вот я его оперировал, удалил. Это громадное темное пятно. Это, в общем-то, казалось, доброкачественная опухоль. Но потом он уже ходил без всяких пятен на лице. Ну, в общем-то, семья Косыгина к нашему центру очень большое отношение имеет. С Ленином Даличем-Брежем у меня была одна встреча всего. У него во рту была какая-то язва в полости рта. Я залез к нему пальцем в рот, там посмотрел, пощупал, взял кусочек на исследование, все. Ну, потом стали сидеть, говорить. Я говорю, Леонид Ильич, а вы 1 мая пойдете? На мавзолее будете стоять? Он так на меня посмотрел, говорит, ты что, не соображаешь, что ли, если Брежнев не придет на 1-майский парад, что народ будет думать? Кончина Брежнева внесла долю тревоги в ряды партийных чиновников. Далеко не все могли предугадать поведение бывшего главы КГБ Андропова на новом руководящем посту. В кремлевской же больнице генсек был давно известен целым рядом серьезных заболеваний. Таким образом, независимо от его взглядов на политику, его политика в помощи здравоохранению была предопределена. Юрий Владимирович Андропов нуждался в искусственной почке. Вообще он был очень больной человек. И тогда вот не без его помощи Боткинская больница и наши здравоохранения получили какие-то субсидии. Я вспоминаю, когда у нас появился первый ультразвуковой аппарат в начале 80-х годов в седьмой больнице. Я считался одним из самых богатых людей. Как у меня была возможность обследовать людей ко мне со всей Москвы. А в Москве было их один или два. В то время как уже в четвертом управлении счет на все эти аппараты и прочую лучшую медицинскую технику шел на десятки или сотни. Это правда. Я помню, как за лекарствами для Леонида Ильича и прочих членов Политбюро и кандидатов члены гоняли самолеты в разные страны мира и привозили им лучшие антибиотики. И вспоминаю, как я лекарства для своего отца при аденоме предстательной железы Раверон доставал через четвертое управление. Там работал долгие годы Андрей Иванович Воробьев. Светлейший человек наш. Выдающийся терапевт. Вот он знает прекрасно, как мы... И он много сил положил на это управление. Идеологически медицина была хорошей. Она практически не всегда реализовывалась. В зависимости от денег, вкладываемых в здравоохранение, оно было лучше или хуже. Но все-таки оно развивалось. Основная беда советского здравоохранения была в разнице между центром и периферией. Это все остается по сей день. Вообще все беды мы унаследовали. Но это беда того диктаторского режима, который был свойственен тому времени. Он так построено было все, начиная с Джугашвили и по наши дни. Потому что все равно во главе страны стоит один человек, и он тянет, как хан Батый. Дорогие товарищи, в сердцах советских людей глубокой скорбью отозвалась кончина Юрия Владимировича Андропова. Выборы в Верховный Совет РСФСР прошли через год после кончины Юрия Андропова. Весной 1985-го новый генеральный секретарь ЦК Константин Черненко голосовал уже в больничной палате. Он страдал тяжелым легочным заболеванием. Но голосование все равно попытались провести торжественно. Через несколько дней Константин Черненко умер. Говорят, его период никаким особенным подъемом в советской медицине не ознаменовался. Пациент не успел. Пациент был особой фигурой. И с ним нельзя было говорить ни о чем. Мне кто-то рассказывал, что даже расписки у людей брали. Что никаких контактов между врачом и тем пациентом, который у него лежит. Генцек руководил страной как полномочный монарх. И что хотел, то он и делал. Это ясно. Считалось, что строительство крупных медицинских центров, которое велось с помощью тесного контакта с правительством, сокращало финансирование советского здравоохранения в целом. В этих центрах были дорогостоящие лекарства и новейшее импортное оборудование. Однако именно в этих медицинских учреждениях смогли лечиться простые советские граждане, которые и мечтать не могли о больничных палатах Кремлевской больницы. Илья Филиппов, Владимир Козин, Михаил Сотников, ОРТ. Я знаю, что многие с нами будут спорить, но на самом деле дело обстоит именно так. Вот эти центры, гигантские оборудования, которые были закуплены для генеральных секретарей и вообще для дряхлых вождей, оно действительно служило людям, это оборудование. После. Да, другое дело, что по записи. Да, в основном для москвичей, но все-таки для простых людей тоже. И в целях развития российской медицинской науки и практике я настаиваю на том, что мы должны выбрать президентом Примакова, а вице-президентом или премьером станет тогда Лужков. Здоровье у них в последнее время как раз такое, что Лужкову пришлось этой осенью пройти операцию в Австрии, а Примакову пришлось летом пройти операцию в Швейцарии. Став лидерами страны, они оба из соображений секретности и безопасности станут лечиться в России. И наше здравоохранение приобретет второе дыхание. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok